Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. В текущем году уже проведено свыше двух с половиной тысяч учений. Пускай они тренируются. Все под контролем. Сколько можно? Или интернету, или Путину. Сколько можно? Тигр не может переехать через бордюр. Давай, давай, тигр, не можешь переехать. Ой, 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 ой. Бывает. Мишка плакал истанал! Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Так вот на войну люди собираются. Хлеб весь сложили, все слетело. Вот это такой туалет. Вот это вот кухня, готовить на ней нужно. В военных лабораториях первого Рейсмахта был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Не смей оскорблять Россию больше. Слава России! Слава России, базара нет. Это мой танк горит. Этот герой берет топор и начинает рубить своих товарищей. Сколько раз я предупреждал, не пить! Это несущие конструкции российской государственности. Наш генетический и культурный код. Где же мы пойдем, да, интересно. Это что, вот так вот с Украины могут сбить самолет? Ну нет. Вагнера подъехали, как в песне поется. Уже приготовленные, только разогреть. Имитация стрельб, имитация учений, имитация строевоустроя. Я вам сейчас ваше место определю. С волками жить, поболчевыть. Посмотри на меня. Как получилось, говори. То есть все условия для того, чтобы все сгорело. Мусик, это псих. Война за Россию! Матушка! В этой связи ситуация на фронте изменилась. Мы подумали и решили, что танки Зеленскому все-таки нужны. Кто сожгет ихних леопардов, выжжет, вот такой подарок, майку. Только Путин. Вот так. А теперь смотрите, что будет с вашими танками на нашей земле. Что делаешь? Ничего, я читаю газеты. Пацаны вчера приезжали. С дома приезжали гуманитарную помощь. Спасибо всем. Газеты читаю. Смотри, что дома творится. Пока тихо все. Главное, что нас помнят, любят, заботятся. Мама, яйца положили, мою положили. Чего, ильчук положили. Ахмад, сила! Да больше не воевать. У нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, не помогаем. Другая армия света. До Великобритании, там, за три дни до Ла-Маншу дейдут. Готов к войне. Готов, готов. Ахмад, сила Аллаху, ахмад. Сахлы, сдавайся! Берушев кладешь в противошумные с бумаги. Скручивает с конуса. И вот наши, которые беруши. Это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил. Танк Т-14 «Армата» впервые представили на Параде Победы в 2015 году. В ближайшее время эта машина станет основным боевым танком. Поставки новых танков войска были запланированы на 2022 год, но об их начале так и не сообщили. Какой-то такой трюфей. Остальё. В Украине ВСУ регулярно подбивают российские Т-62. Это модель 60-х годов прошлого века. В 2011 году её сняли с вооружения. А в конце 22-го решили модернизировать и вернуть в строй. Истребитель пятого поколения Су-57 дебютировал в 2010 году. Сообщалось о передаче в воздушно-космические силы только пяти серийных машин. В Украине же регулярно сбивают советские штурмовики Су-25, разработанные более 40 лет назад. Уничтожены и несколько современных Су-34. Лазерный комплекс «Пересвет» был анонсирован Владимиром Путиным в марте 2018 года. Он принят на вооружение, должен сбивать ракеты и беспилотники. При этом украинские дроны, переделанные из старых советских разведчиков, наносят удары по аэродромам в 600 километрах от границы. На зданиях в Москве установили системы ПВО, но комплекса «Пересвет» среди них не видно. По данным источников «Рейтер» в американской разведке, 60% российских ракет промахиваются. Среди них много устаревших изделий, например, Х-22, созданная для борьбы с авианосцами. При попадании ракеты Х-22 в жилой дом в Днепре погибли 46 мирных жителей. Российская Минобороны много раз сообщала о разработке и испытаниях дронов разных моделей, разведывательных и ударных. С сентября 2022 года российские войска активно применяют в Украине иранские беспилотники «Шахет», которые получили название «Герань-2». В Украине Россия воюет совсем не тем оружием, которое рекламирует. И, конечно, хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...